Прикольно, когда для ветроловов показателем того, что ветряк работает, является напряжение и то, что лампочка светится. Это достаточно, честно говоря, смешно для меня. И когда люди утверждают, что 12-ти вольтовый генератор не способен, ну то есть не работает на системе на 24 вольта. И такая же фигня, когда говорят, что генератор не способен работать с аккумуляторами на 12 вольт. Или 24-х вольтовый ветрогенератор не способен заряжать или работать с системой на 48 вольт, либо наоборот. Да, вот это вот сказки ветроловов мне очень эмпонируют. Молодцы, ребят, молодцы. Я тоже могу показывать, что ветрогенератор работает. И то, что он не работает. Надо же, надо же. У меня ветрогенератор работает, у меня под нагрузкой выдаёт больше 20 вольт. Значит, 12-ти вольтовый аккумулятор можно заряжать. Ух ты! Ну, это просто завихрение. Вот сейчас завихрения пройдут, ветер опять наберётся, наберёт свою силу и начнёт опять заряжать. Да-да-да, вот сейчас, вот сейчас начнёт заряжать. Сразу вот начнёт заряжать. Вот я уже вижу, что лампочка работает у меня в полный накал, да, там как некоторые. Вот-вот-вот видите, там вот красненькая. Это говорит о том, что она в полный накал работает. Ну, это сарказм, если кто не понял. Я просто смотрю, столько специалистов появилось. Ветроловов, альтернативщиков, которые правду рассказывают. Ну, мне, честно говоря, смешно просто. Но я вам показываю. Я вам показываю то, что даже вот то, что в пике я получал, это не показатель того, что ветряк эффективный и он работает. Так что, ребятки, как-то так.